какие тренды в косметологии сейчас самые популярные здоровый красивый цвет нашего личика нашего тела почему вообще появляется целлюлит откуда он берется все эти причины они ведут именно к появлению целлюлита на нашем теле как правильно защищаться от солнца солнцезащитный крем нужно использовать не только летом но и в течение всего года сколько это будет стоить здравствуйте всем зрителям первого городского канала сегодня в моменте мы поговорим о красоте и заботе о себе а все потому что к нам в гости пришла оксана ефимова оксана ефимова косметолог эстетист спа мастер современных техник коррекции фигуры специалист по био энергорегуляции тела скажите пожалуйста какие тренды в косметологии сейчас самые популярные на самом деле сейчас в тренде у нас естественное омоложение это здоровый красивый цвет нашего личика нашего тела и идут такие процедуры как аппаратное омоложение фото омоложение пилинги различные уходовые процедуры по лицу и по телу спа процедуры какой самый популярный запрос который приходит к вам ваши клиенты или клиентки правильнее сказать мужчина тоже бывают мужчины тоже бывают да мужчины обычно приходят с запросом спа процедур мужчины у нас сейчас все бизнес мэны и у них запрос расслабиться и восстановиться женщина у нас больше идут на процедуры по личику но кстати летом сейчас очень в тренде антицеллюлитной методики так как все у нас отдыхают все у нас едут на моря и сейчас больше запрос идет все-таки на антицеллюлитные методы если говорить про целлюлит и антицеллюлитная спа методики расскажите пожалуйста подробнее о них и почему вообще появляется целлюлит откуда он берется Целлюлит сейчас очень распространенная проблема, и, конечно же, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние своего здоровья в целом, так как целлюлит – это нарушение обмена веществ, это гормональный сбой, это лишний вес. Все эти причины ведут именно к появлению целлюлита на нашем теле. Чтобы избавиться от целлюлита, иметь красивое потянутое тело, нужно выполнять определенные меры, способы в совокупности, то есть, допустим, посетить вас СПА-процедуру, этого будет недостаточно. Да, конечно, мы всегда обращаем внимание в первую очередь, конечно же, на свое здоровье, потому что здоровье – это вообще главный атрибут в нашей жизни. Если у нас есть проблемы внутри, проблемы с нашим здоровьем, проблемы с нашим организмом, то это всегда выходит наружу, в виде целлюлита, в виде каких-то высыпаний на теле, в виде этого же акне на лице. Поэтому, в первую очередь, это обращаем внимание на здоровье. Во-вторых, это, конечно, физическая активность. Если вы не любите заниматься спортом в спортзале, то 10 тысяч шагов, то это будет способствовать общему тонусу вашего организма, и это, конечно же, свежий воздух. В-третьих, это сбалансированное питание. Мы об этом не забываем. Питание – это наше все. Как мы питаемся, так наш организм и воспринимает все остальное. И, конечно же, мы пьем воду. Вода – это жизнь каждой нашей клеточки и организма. Оксана, вы совершенно правильно сказали, что очень многие девушки, женщины приходят к вам с запросом о том, чтобы сохранить свою молодость, используя исключительно экологичные методы. То есть, не прибегая к ботоксу, к токсинам и так далее. Какие нужно делать шаги для того, чтобы быть молодой как можно дольше? Сейчас у нас вообще в тренде идет естественность. Я уже об этом говорила, что красивое, естественное, сияющее лицо лучше всяких уколов и ботоксов. Поэтому спа-процедуры для лица, аппаратные процедуры, уходовые процедуры, эти же пилинги, они благоприятно воздействуют на кожу, сохраняют тонус. Идет, естественно, омоложение, что сейчас очень актуально. Оксана, впереди бархатный сезон, когда многие, которые не успели отдохнуть и съездить на море за летние месяцы, отправятся туда совсем-совсем скоро. Как правильно подготовиться к отпуску? Что нужно сделать? Посетите, я думаю, что обязательно косметолога перед этим. Несколько рекомендаций от вас, как от профессионала. На самом деле, наше тело, да, если мы говорим о теле сейчас, а не о личике, наше тело должно быть в тонусе всегда. Но бывают такие случаи, да, что клиенты пишут за неделю, за несколько дней. Оксан, нужно срочно убрать несколько сантиметров, чтобы мне завтра ехать. И получались красивые фотографии в купальнике. Да, и получались красивые фотографии. На самом деле, все это можно сделать. За одну процедуру мы убираем до 8 сантиметров в талии. То есть подготовить тело к отпуску в нашем современном мире – это реально. Люди отправляются в отпуск. Знаю, что воздействие солнца, да и учеными, это доказано, достаточно вредно для нашего организма. Как правильно защищаться от солнца? Что нужно? Обязательно использовать крема, нужно использовать, наверное, защитные какие-то одежды для того, чтобы не обгореть. Да, вы все правильно говорите. В первую очередь, конечно же, нужно использовать солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем нужно использовать не только летом, но и в течение всего года. Так как это защита от солнца, в первую очередь, это защита от пигментации, это защита от фотостарения нашей кожи, которая приводит к дальнейшему раннему старению личика, к ранним морщинкам. И, конечно же, солнцезащитная крема защищает в первую очередь от такой болезни, как рак кожи. Оксан, к вам после отпуска представим такую ситуацию. Приходит на консультацию девушка с проблемой, что у нее на солнце появилось пигментное пятнышко где-то на лбу, на щеке, еще что-то. Вы поможете ей решить эту проблему? Да, конечно. Пигментация – это очень распространенная проблема, особенно после летнего периода. И мы боремся с этими проблемами в течение года, либо в течение осени. Пигментация, на самом деле, да, беспокоит многих, но нужно тоже понимать, откуда она взялась. Если она вышла только из-за солнышка, то с этой пигментацией, в принципе, бороться лишних проблем нет. Но если пигментация возникла уже все-таки изнутри, да, а это именно гормональный сбой, либо беременность очень часто, пигментация возникает при беременности, либо это прием некоторых препаратов, такие как контрацептивы, тоже вызывает пигментацию. То есть тут уже разговариваем, тут уже понимаем причину. Важно вообще грамотно выявить причину и потом грамотно ее решить. В нашем современном мире люди в спешке, в сумасшедшем ритме очень часто забывают об осанке. Потому что прямая спина, раскрытые плечи, ведь на самом деле они очень на многое влияют, даже на настроение, не говоря уже о здоровье. Как часто к вам приходят с вопросом проблемной осанки и как вы решаете их? Сидим неправильно, стоим неправильно. Вообще осанка – это наш эстетически красивый внешний вид. Когда у нас плечи расправлены, когда у нас красивая ровная спина, мы чувствуем себя намного увереннее. Зажимы в шейном и плечевом поясе, как раз то, что у нас отвечает за ровную осанку, ведут к нарушению циркуляции крови и застою лимфы в нашем организме. Соответственно, кровь не поступает, кровь не проходит, кислород не поступает в нашу голову. И, соответственно, отсюда у нас идет тусклый цвет лица. У нас преждевременно остарение личика, появляются морщинки, появляются так называемые брыли. И, соответственно, мы подходим к проблеме не локально. То есть, да, если ко мне пришел клиент и говорит, что у меня появились морщины, мы тоже подходим комплексно. Смотрю на спину, смотрю осанку, смотрю, есть ли сколиоз. Вот. И если все данные проблемы присутствуют, то, конечно, лучше подойти к комплексу. Люди с вашей помощью проходят спа-процедуру, чтобы восстановить свою осанку, да, сделать прямую спину. Но при этом здесь, наверное, важно отметить, чтобы не каждый раз после того, как они выходят из вашего кабинета снова в телефон, не опустить голову и не заработать себе вот так называемый горб. Здесь важен еще, наверное, самоконтроль, самодисциплина. Да, конечно, самоконтроль и самодисциплина – это очень важная часть. Но здесь уже все зависит от самого клиента. Они когда увидят и получат результат, и они же стоят, скрутятся перед зеркалом. Я специально перед процедурой ставлю клиента перед зеркалом, и после процедуры тут же, прямо сейчас, ставлю перед зеркалом. Они видят, как у них расправились плечи. До и после. До и после, да. Они сразу видят, как у них расправились плечи. Они сами отмечают, что такое ощущение, что у меня крылья за спиной выросли. И, как правило, они потом начинают себя самодисциплинировать. Как минимум, сколько процедур, спа-процедур по выравниванию осанки нужно пройти? И как часто? Смотря какая проблема и смотря, сильно ли эта проблема, от 5 до 10, это точно. Но меньше 5 как бы не стоит. Раз в полгода от 5 до 10 процедур. А многие после курса просто ходят на поддерживающие процедурки раз в месяц. Оксана, расскажите, пожалуйста, о стоимости ваших услуг. То есть спа-процедура по уходу за лицом. Спа-процедура, на примере может быть, да, какой-то спа-процедуры по выравниванию осанки. Если в совокупности к вам приходит клиентка, то сколько это будет стоить? Примерно стоимость по восстановлению идет от 1800 рублей. То есть это один час спа-процедуры. Почему важно? Сейчас, знаете, уже определенная тенденция, тренд посещать косметолога, ходить на спа. То есть почему сейчас это важно, это модно? И как это влияет вообще в целом на состояние человека? Сейчас, да, на самом деле это все модно. Раньше, даже если вспомнить наших мам, таких процедур, наверное, в принципе и не было. Сейчас в мире очень большое разнообразие процедур, спа-процедур комплексных уходов. И здесь главное подобрать себе грамотного специалиста. Почему это важно? Это придает нам уверенности в себе девушки, которые ходят на спа-процедуры, ходят к косметологу. Они наиболее успешные девушки, они наиболее целеустремленные, и они знают то, чего они хотят. Как часто надо ходить к косметологу? Смотря на какие процедуры вы хотели бы ходить. Когда клиенты приходят на консультацию, мы обговариваем, что нужно для его кожи, какие его процедуры можно выполнить, и что бы хотел сам клиент. Оксана, Ваша рекомендация как профессионала, с какого возраста лучше начать посещать косметолога? И мужчинам вообще стоит посещать косметолога, и как часто? Вообще посещать косметолога желательно с подросткового возраста. Сейчас у нас, у подростков, очень большие проблемы с акне, от того, что у них неправильное питание и нестабильная работа желудочно-кишечного тракта. А это что, связано с фастфудом? Это связано. То есть это газированная вода, какие-то булочки, чипсы? Да, все верно. Это связано с фастфудом, с чипсами, с напитками, которые они сейчас употребляют. Очень часто мамы приводят своих детей на консультацию, потому что дети, как правило, не слушают родителей и не следуют рекомендациям родителей. Для них важен специалист, важен профессионал своего дела, которому они прислушиваются. Также у нас не всегда подростки знают, как правильно ухаживать за кожей, какая поэтапность ухода за кожей существует. Про это все тоже рассказываю, обучаю. И подростки, как правило, начинают следить за своим состоянием и следить за тем, что они кушают. Нас смотрят мужчины сегодня, и они задумываются о том, ой, косметолог – это что-то на языке девочек. Наверное, лучше, мы же брутальные, сильные, нам это ничего не нужно. Здесь идет у нас такая вариация возраста мужчин. Мужчины, которым от 25 и чуть-чуть за 30, они очень любят посещать косметолога. Они ухаживают за собой, они покупают правильный домашний уход. Некоторые даже приходят для того, чтобы я прописала им домашний уход правильный, и они его приобретают. Мужчины за 40 – это уже отдельный разговор. Для них, да, что это, мы же вроде бы, да это вообще, да мы не такие. Поэтому с мужчинами за 40 – это уже, да, это уже проблематично. А с мужчинами за 25? Но даже если мужчина, вот вы говорите, за 40, им же все равно нужно ухаживать за кожей. Это точно так же, как делают мужчины чуть младшего возраста. Это все равно нужно. Нужно использовать, наверное, увлажняющие крема, нужно умываться. Да, поэтапность домашнего ухода должна быть что у подростков, что у женщин, что у мужчин. Вообще домашний уход – это наше начало. И если грамотный домашний уход совмещать с профессиональными процедурами в кабинете у косметолога, то и результат будет в два раза быстрее и в 10 раз лучше того, что вы хотите. Конкретный пример домашнего ухода. Ну, то есть, что нужно сделать, допустим, перед сном? Перед сном мы обязательно очищаем кожу, это называется демакияж, обязательно умываем ее, тонизируем, наносим сыворотку и наносим ночной крем. То есть нужно 4 элемента? Да, на самом деле поэтапность очень легкая, просто к данным этапам нужно привыкнуть, потому что многие привыкли, личико умыли и забыли кремом намазать. Да и бог с ним, завтра намажу. Но от этого личико становится очень обезвожено. И главное, в домашнем уходе это качественно подобранный домашний уход, тот, который подходит именно вашему типу и вашему состоянию кожи. Оксана, три полезные привычки от косметолога? Ну, конечно же, во-первых, это крепкий здоровый сон, который должен быть не менее 7-8 часов за ночь, так как во сне у нас вырабатывается гормон радости, и который влияет на наше эмоциональное состояние в течение дня. Во-вторых, это, конечно же, обязательно мы пьем воду. Вода – это жизнь каждой клеточки нашего организма. Без воды наш организм просто не выживет. И водички мы пьем не менее 2 литров в день. Это прямо обязательно. Ни чай, ни воду. Чистая вода. Можно с лимончиком. И, в-третьих, конечно же, это физическая активность и прогулки на свежем воздухе. Благодарю вас, Оксана, за этот интересный разговор. Я уверена, что после сегодняшней встречи все наши зрители, мы с вами будем также молоды и красивы, и будем не забывать ухаживать за собой. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok